дальше вот здесь вот имя фамилию не знаю присылает павел трансценко я ему задаю вопрос откуда этот саженцы он мне пишет абрикос от вас прививка или саженцы трансценко трансценко зря писать не будет внимание буквально секундочка хотя мне запрещает но я должен показать 6 пример это внимание по моему без звука да это без звука все абрикос королевский кому интересно можете сами потом с ним через вкус на день вопрос был задан антон сафронов от зелеза материал ищи московская область выйти еще один за материал тут правда ответа нет но мне ответ отраценко или собрана ну все полюбовались давай назад пока тут не испортил всю картину кто мне ответ отраценко ответил что это мое вот это вот это пожалуйста теперь был такой вопрос от кого-то валерийский от вас ли и так мороза за 40 кемеровская область город но кузнец вот вот они мои абрикосы все получилось наоборот под снегом цвет цветет выше снега деревья целы только цветочные почки погибли вот это бывает не каждый год интересно почему каждый год был ваулина ниже 307 ни разу не опускалась это его информация а раз ни разу не опускалась это примерно как для нас это прорубь искупаться еще и здоровее становимся правильно ладно вот это вопрос на засыпку вот давай смотрю сюда и так приходит мне эта фотография обратите внимание обрезан вот обрез так человек уже за это или он получил его такой если ничего не помню вот и дальше он зная из тех которая постоянно со мной общается с помощью интернета он взял так обрезать и спросить на совета здесь здесь да здесь и я сказал да правильно подряд тут уже но тут вы знаете меня я же нудный противный во первых я ему сказал посмотрите деревья на черном пару растений могут здесь полностью разорвану цепочка ну допустим это первый год посадка может он тут такое творилось можно раскопал потом про 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 ну смысл пахал проборонил а дальше надеяться все это заращиваю подумал я а это того думал сразу не могла во всем думать потом я обратил внимание а это оказывается лак-мастика. А что ты, 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 ты пишу или звоню я? Да вот тут надо было чуть-чуть, да вот перестарался. Я ему что посоветовал? Такие перестаральщики окажутся, они даже не дают себя отчет, когда эти деревья гуляют. Я ему говорю, вот эта ветка тростепенная. Начнешь с ее, берешь растворитель, что это может быть? Ацетон этот самый. Может быть это бензин, керосин? Не знаю. Сам намазал, сам думай. И постепенно, не спеша, вот половинку оттер. Смотришь, кора нормальная там под ним, не успела испортиться. Допустим, не успела. Ниже, ниже до сюда. Почему она должна испортиться под ней? Да потому что это, как сказать, это та же, как человека, накрась, я ее подним кора, как кожа начинает гнить. Это кожа. Вот. Это опаснейшая вещь. А зачем так сильно? А, потому что я спасал. Вот. И дальше, то есть, смотрите, первое, насчет обрезки поговорили. Черный пар немедленно должен быть, превратиться в зеленый, мощнейший газон. Так. А теперь смотрим, как. Хорошо бы заложить, черви уже умирают от головы. Их там уже нету, потому что черви, они, вот почему в школах мы плохо проходим, почему на школах так? Потому что люди не знают, чем черви питаются. Они питаются растительными остатками, в основном листьями. Сегодня я снимал фильм, а этого рядом не было. Приехали, минусинцы, у себя брать не стали, только я открыл голос, спросил. Они такого наговорили про тамошли этого специалиста. А потом так же вот это самое слово за слово, слово за слово. Понимаете, что получается? Значит, уехали садить, так? Вот. Ну, так, сейчас, погодите, тут целый, вот, про, как бы это сказать-то? Вот, ну, не успел, не успевая я в каком-то фильме, ну, все, 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 все рассказать. Я потом так жалел, что не сказал. Я просто, у меня получилось, два фильма снял, один оказался и не оказался. Видимо, забыл включить, и он выключился. Ну, можно. А, и вот, я даже знаю, второй фильм, он сейчас выйдет, там было так, мы с ними подходим, опять они меня спросили про этот самый, по-моему, есть, на днях выйдет, к этому, Жерден, это, какой-то большой, я показываю, месяц назад съемку делал, фотографировал, и, по-моему, ты была. И там, значит, еще оставалось, сейчас листья, сейчас ели на пол, как проснулись, да, как начали жрать, и сейчас, они же никуда не улетели, видно же, там, даже забор, они не улетят, листья, они бы под забором бы копились, нет, все, а почему об этом в школе не знают, а я-то знал в школе, в украинской, в украинской школе, я не националист, но я учился в советской, украинской, деревенской школе, и там был в учебнике, червяк, отверстие, и он, не знаю, откуда у него зубы, вот, он лист утягивал, и мне на всю жизнь хватило, а они, которые сейчас дальше увидите, они же опять заставляют. Убирать листья, перекапывать приствольные круги, прочла. Вот, а я уже не знаю, сколько можно позорить человека, который это, опять заставляет, почему она не знает, что листья кормят дерево, что нельзя их убирать, как она пишет, ну, ну, почему самая кушает, а дерево не дают, а потом они чахнут, что-то на север не двигаются. Вот, я тут как раз меня навел, вот этот вот сливок. Так, дальше. Посмотрел, увидел, Дед Алматов рассказывал, показывал мастику, надо носить мазками. Но я бы не стал на кору. Я бы просто на какой-то момент, да, взял бы это, обмотал ее, потом намазал, так, а еще вариант, берешь, промочил тряпку и вокруг сажен, чтобы так выложил. Но я бы красить бы не стал. Ладно. Про залужение. Я его маленечко, это, очень хочу это осуществить. Купил семена полевицы на фотоэтикетке. Посадили в прошлом году, местами выпривает. Можно ли у вас приобрести семена или отростки травы? Во-первых, нет никакой гарантии, что это полевица. Так, вы про полевицу? А, вот так. Во-первых, никакой гарантии. Вот несколько видов разных полевиц есть. Да, они еще разные, а нужна именно побегоносная. Вот. Ну, в общем, ответ мой такой, я семена не собираю. Вот. У нас, у меня великолепный, шикарнейший газон, который делал буквально сказочный сад. Одна бесснежная зима, до Нового года минус 40, не снежинки, вымерзла, но частями, а когда пошла, там, где она вымерзла, пошла обыкновенная сорняка, и наша песня хороша, все, я опустил руки. Спасибо.